Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста «Послание к римлянам», 1 глава, 21 стих, мы зададимся вопросом, как язычники, к тому же и извращенцы, могли познать Бога, о чем говорится в этом стихе. И мы прочитаем этот стих, но в контексте то, что говорится перед ним и то, что говорится после него. Это будет «Послание к римлянам», 1 глава, с 19 по 22 стих. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений, видимы так, что они безответны». Что значит «так, что они безответны»? А язычники и не оспаривают того, что есть творец мира и хозяин этого мира. Далее. «Но как они, познав Бога, вы слышите, что говорится об этих язычниках и извращенцах? Об этом говорится далее. «Но как они, познав Бога, в каком смысле они познали Бога? Как творца и как хозяин этого мира?» Вот это знание о Боге всеяно во всех людей, на чем настаивает Иоанн Дамаскин и святитель Иоанн Златоуст. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих? И омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Теперь мы посмотрим гамилия святителя Иоанна Златоуста на послание к римлянам на этот отрывок. Святитель Иоанн пишет, «Бог знание о себе вложил в людей с самого начала. Однако язычники приложили это знание о Боге камням и деревьям и попирали истину, по крайней мере, со своей стороны. Сама же истина пребывает неизменной и имеет славу непоколебимую. Однако из чего видно, о Павел, что Бог и язычникам дал это знание? Из того, отвечает апостол, что то, что можно знать о Боге, явно для них. Вот из чего Бог дает знание всем, и язычникам, и иудеям, и мусульманам, знание о себе. Из природы, которая окружает всех, своей красотою, она показывает нам, что должен быть искусный мастер и творец, который все это создал, все это сотворил. Златоуст продолжает, «Но это высказывание, а не доказательство. Ты же докажи мне и убеди, что знание о Боге было открыто даже язычникам. Но они самовольно уклонились от него. Как же оно было им открыто? Разве им голос раздался с неба? Нет». Но Бог сделал то, что больше голоса могло привлечь их внимание. А именно, Он поставил перед ними свое творение, которое при посредстве одного созерцания красоты всего видимого «Научало и мудреца, и необразованного, и скифа, и варвара, и язычника возноситься мыслью к Богу». Конец цитаты. У святителя Феофана Затворника есть очень интересное свидетельство о том, как два британских ученых отправились в Африку для того, чтобы найти там такое племя, где бы не было бы никаких проявлений религиозного чувства. Потому что эти ученые были атеисты, и они считали, как безбожники, они считали, что религия – это что-то приобретенное. Религиозное чувство – это не врожденное чувство, а приобретенное чувство. А это значит, в истории человечества мог быть период без всяких проявлений религиозности. И вот когда они оказались в Африке, они действительно нашли одно племя, и люди, жившие в этом племени, не имели никаких идолов, никаких кумиров, никаких молитв, никаких религиозных обрядов. И эти два ученых жили среди них достаточно длительное время, исследуя их образ жизни и мысли. И когда эти ученые уже хотели возвращаться в Европу, чтобы заявить о том, что они нашли племя, в котором вообще нет никакой религиозности, и это было бы открытие, случайно на один день они задержались. И ночью, ночью вдруг они услышали, что все эти язычники стали выть, как волки или шакалы, выходить из своих хижин, мужчины, женщины, дети, старики, и все двигались на гору, которая была рядом с их поселением, и поднявшись на эту гору, они воздевали руки к небу и выли, выли, причитали, что-то говорили, что-то шептали. И для этих двух безбожников это было глубокое разочарование. Оказывается, действительно, человек, любой человек, это религиозное существо. Поэтому ни об одной народности нельзя сказать, что они не ощущают Бога, не знают о том, что Он есть. Это просто невозможно. Но у них искажено это религиозное чувство. Просто надо дать ему правильное направление, с помощью Слова Божия, которое есть Господнее руководство к действию. Поэтому не будем удивляться за древних язычников, которые ввели очень безнравственный образ жизни, как видно далее. Но знание о Боге было всеяно даже в таковых. Поэтому любые дикие, любые народы, древности, настоящего, в той или иной степени они имеют познание о Боге. Об этом надо помнить и не забывать. И стремиться дать правильное направление вот этому их чувству, пробудить и разбудить его. Итак, сегодня мы рассмотрели одно из сложных мест Священного Писания по посланию к римлянам, которое мы теперь изучаем. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых выпусках в этом цикле или в других циклах бесед на нашем портале, где трудятся многие священники и миряне в деле духовного просвещения. Молитесь за наше служение здесь, на портале «Экзегет» и берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok